Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз и прямо сейчас о самых свежих новостях Казанского Федерального Университета расскажу вам я, Настасья Иванова. Сегодня в эфире. Казанский Федеральный Университет изучает тайны космоса. Как изменятся отношения между Южной и Северной Кореей? Не вздумай заснуть слишком поздно. Что, если ваш сон не просто сон? Казанский Федеральный Университет считает астрофизику приоритетным направлением. Именно поэтому университет принимает активное участие в изучении тайн космоса. Чего уже добились ученые и что ожидает астрофизику в этом году, тебе расскажет Олег Кашин. Неизведанность космического пространства волнует умы человечества уже не первый век. В желаниях приоткрыть тайны самой жизни астрофизики наблюдают в неизвестную даль. Казанский Федеральный Университет активно развивает астрофизику. В 2014 году была создана стратегическая академическая единица «Астровызов», а позже в рамках «Астровызова» была создана научно-исследовательская лаборатория «Рентгеновская астрономия». Ведущим сотрудником этой лаборатории в сентябре 2017 года стал Николай Шакура, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом релятивистской астрофизики Астрономического института Московского государственного университета. Это в работе «Рентгеновская астрономия» с сентября 2017 года. Главное, ну тут два направления исследования. С одной стороны, мы ввели в курс подготовки астрономов в старших курсах, на пятом-шестом курсе, тему или спецкурс, который называется «Рентгеновская астрономия». И Николай Иванович Шакура будет приезжать к нам в Казань, в Казановский университет и читать лекции по этой дисциплине для наших студентов. Он, кстати, такую работу уже начал. В ноябре он приезжал в Казанский университет и прочитал обзорные лекции. Николай Шакура совместно с Рашидом Сюняевым, академиком и почетным профессором Казанского федерального университета, получил государственную премию за создание теории «Дисковые акреции вещества на черные дыры». Не все звезды, которые мы можем наблюдать невооруженным взглядом, являются одиночными. Некоторые из них сосуществуют парами, а в силу физических законов иногда в этой системе появляется третье тело. В конце своей жизни одна из звезд, скажем, в двойной системе вспыхивает как сверхновая звезда, и в этом месте образуется нейтронная звезда или черная дыра. Мы называем этот источник компактным источником, потому что плотность нейтронной звезды очень высокая, соответствует плотности ядер. А рядом живет звезда, необычная звезда, которую мы видим как обычную звезду. И вот получается такая интересная система, двойная звездная система с компактным источником. И вещество с обычной звезды начинает перетягиваться на этот компактный источник, и возникает третье тело в системе, которое называется аккреционный диск. В изучении таких объектов стоит большая сложность, ведь аккреционный диск невозможно увидеть в оптический телескоп. Для изучения всех процессов таких структур необходим рентгеновский телескоп, который должен находиться вне Земли. Именно поэтому в сентябре 2018 года Роскосмос планирует вывести на орбиту Земли космическую обсерваторию спектр рентген-гамма. Почему нужно запускать в космос? Потому что наша атмосфера полностью блокирует рентгеновское излучение. Для того, чтобы регистрировать рентгеновское излучение, нужно запустить вне атмосферы вот такой спутник. И такой спутник будет запущен, и Казанскому университету будет участвовать, сотрудник Казанскому университету будет участвовать в работе, по обработке данных обсерватории это рентгеновский спектр рентген-гамма. Удивительное сочетание, когда один источник будет регистрироваться в рентгеновской обсерватории, это компактный источник и вокруг него аккреционный диск. А второй обычный источник. Вот обычный источник мы будем наблюдать с помощью нашего телескопа, установленного в Турции. Таким образом у нас будет сочетание оптического телескопа, расположенного на Земле, и рентгеновского телескопа, который летает на орбите. С помощью обсерватории «Спектр», а также оптическому телескопу Казанского федерального университета в Турции ученые университета смогут получить достаточной информации о двойных звездных системах. А это еще на шаг приблизит всех нас к разгадке созданий Вселенной. Олег Ашин, Роман Самарин, Универньюз. Корейские отношения получили новый старт. Южная и Северная Корея впервые за два года провели переговоры на высоком уровне. Темами для обсуждения стали участие Северной Кореи в Олимпиаде и снижение военной напряженности между государствами. Как изменятся корейские отношения в будущем и какова реакция на переговоры у остального мира, об этом вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. 9 января состоялись переговоры между Южной и Северной Кореей. Стороны встретились в пункте переговоров в Пханмунджом, так называемом Доме мира, где многократно проходили различные встречи представителей Юга и Севера. Делегацию Корейской Народно-демократической Республики возглавил председатель Комитета по мирному объединению страны Ли Сонг Вон, а Южная Корея – министр по делам Национального объединения Республики Корея Чомян Гюн. Последние переговоры между государствами были в 2015 году. Стороны выразили оптимизм относительно переговоров. Основной темой встречи представителей Южной и Северной Кореи стало потенциальное участие КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южно-корейском Пханчхане. О желании Северной Кореи принять участие в международных спортивных соревнованиях Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения к нации. Любая страна – это участник мировой политики в той или иной степени, а Северная Корея – естественный участник. Она стремится к поддержанию определенного имиджа и хотят показать, что мы такие же, как все. Собственно, это им необходимо для внутренних целей, не для внешних. Надо, чтобы своему населению показать, что мы тоже участвуем, мы такие же, как все, мы побеждаем. Лидер Северной Кореи также призвал улучшать межкорейские отношения. Это позволило бы снизить военную напряженность на корейском полуострове и создать мирную атмосферу. Этот вопрос хотели поднять и делегаты Южной Кореи на переговорах. На мой взгляд, кардинальных перемен не будет, но во всяком случае будет какой-то хотя бы уровень потепления, что не так будет опасно, что не будет грозить вот этой ядерной кнопкой, а хотя бы тон риторики, он смягчится. Ну, возможно, руководство Северной Кореи откажется от вот такой, от постоянного испытания ракет. Вот, соответственно, другая сторона проводит постоянное учение. И вот этот обмен вот этими акциями, возможно, он прекратится, но тогда все от этого все выиграют. Кроме того, стороны собирались обсудить пути улучшения их долговременных связей. Глава делегации Южной Кореи заявил, что на переговорах будет попытка затронуть вопрос семей, разделенных войной. Переговоры уже вызвали одобрение других стран. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал переговоры большим началом. По его мнению, их позитивный результат стал бы прекрасной вещью для всего человечества. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. А вы задумывались, что такое сон? Точного ответа не знает никто. Существует лишь гипотеза, что сон — это физическое состояние покоя. Но для чего нам сны, почему мы их видим и с чем связаны болезни сновидений? Ответить на эти вопросы смогут немногие. Рассуждая над этим, наш корреспондент отправился в лабораторию сна. И вот, что ей удалось выяснить. Вот и прошли праздничные каникулы. Самое время начать работу с новыми силами. Пожалуй, именно с такой мыслью каждый из нас настроился на трудовые будни. Да только не каждый смог. И это неудивительно. Зима кажется, что за окном вечная полярная ночь. Идете на работу или учебу — еще темно. Уходите обратно — тоже. Так и получается, что весь день проходит в мечтах об отдыхе. Несмотря на то, что каникулы только-только закончились. Еще бы просыпаться утром, когда за окном темно, действительно трудно. И это не только психологическая, но и биологическая проблема. Наш глаз реагирует на свет и посылает мозгу сигнал. Пора вставать. Если солнечного света недостаточно, продолжает вырабатываться гормон сна — мелатонин. И организм спит. Мы постарались выяснить, как облегчить процесс пробуждения и как же восстановиться после праздников. Для ответов на свои вопросы мы отправились в уникальную лабораторию университетской клиники «Казань». И вот, что нам удалось выяснить. И, соответственно, если будет освещение, при ярком освещении, этот гормон, уровень гормона снижается. Поэтому утром во время просыпания необходимо шторы раздвинуть. Если солнца нет, что бывает в зимнее время, тогда включить яркое освещение рано утром, чтобы этот гормон побыстрее ушел из нас. Стоит принять к сведению, что сон не всегда является средством отдыха. Порой с ним тесно связаны различные заболевания. Так что плохой, неосвежающий сон, храп, остановка дыхания во сне, утренние головные боли, повышенное давление являются весьма тревожными сигналами организма. И прислушаться к нему, безусловно, стоит. И решить проблему в лаборатории сна. Либо нарушение сердечного ритма, которое происходит именно во время ночного сна. То есть днем проводят обследование, и все нормально. Именно ночное обследование позволяет выявить какие-то нарушения именно во время ночного сна. Сон – большая эволюционная загадка. Если бы существовала хоть какая-то возможность обойтись без сна, организм, овладевший этим навыком, мог бы получить серьезные преимущества. И, тем не менее, таким навыком не овладел никто. А вот болезнь сна пришла ко многим. Но, к счастью, это не повод для паники. Решить данную проблему легко и просто. Ведь сомнологи университетской клиники «Казань» всегда готовы протянуть руку помощи. Аделя Шамилова, Роман Самарин, универниз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok